Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать упражнение 2.1.2.5. Это отладка последовательных интерфейсов, а также устранение неполадок с ними. Предлагаю сразу же начать. И первое, что предлагаю сделать, это изучить таблицу адресаций, чтобы понимать, с чем мы будем иметь дело. Смотрим, у нас есть устройство TELCO, или как в топологии оно называется, телекоммуникации. И у него есть несколько интерфейсов S000, 010, 010 и 011. Все они по типу DSE. Также у нас есть несколько устройств R1, R2, R3, R4 с интерфейсами SIR 00, 01, 00 и 01 соответственно. Предлагаю сразу же приступить к выполнению. Мы изучили таблицу. Давайте посмотрим. В таблице указано, что каждое последовательное соединение должно быть DSE. Нам нужно это проверить. Открываем телекоммуникации. Командная строка. Enable. И вводим команду show controllers. И указываем первый интерфейс. Это serial 0, 0, 0. Готово. Мы можем видеть, в третьей строке указано DSE. Значит, все окей. Нажимаю Ctrl-C и ввожу команду для следующего интерфейса. Serial 001. Также DSE. Проверяем следующий. 0, 1, 1. У нас здесь DTE. Нам нужно будет это исправить. И последний. Serial 0, 1, 0. У него также DSE. Все окей. То есть нам нужно будет исправить только serial 0, 0, 1. Давайте сразу же это сделаем. Нажимаем Ctrl-C. Вводим команду enable. Conf-T. И здесь перенастраиваем. Не перенастраиваем, а нам нужно просто убрать это соединение и переподключить. Serial 1, 1, 1. Нужно узнать, куда он подключается. Давайте наведем на наше устройство. И вот мы видим Serial 1, 1, 1. Вот. Это соединение нам нужно переподключить. Для этого заходим в вкладку Connections. И сначала удаляем наше старое соединение. Выбираем Serial DSE. Вот оно. И нажимаем сначала по нашему талку. Выбираем Serial 1, 1, 1. Потом смотрим в таблице адресации. Указано, что R1 подключается интерфейсом Serial 0, 0, 1. Мы как раз ими подключаем. Готово. Двигаемся дальше. Мы диагностика и исправление неправильных соединений между портами. Мы вот это сделали. Теперь диагностика и включение отключенных портов. Давайте посмотрим. У нас два соединения подсвечиваются зеленым. Это R1 и Талко, и R4 и это устройство. А вот эти два красные. Это значит, что они не работают и выключены. Давайте зайдем в наш мастеризатор. Нажмем Ctrl-C и введем команду Show IP Interface Brief. И здесь мы можем видеть, что Serial 0, 0, 0, 0, он включен. Serial 0, 0, 1 выключен. 0, 1, 0 тоже выключен. И 0, 1, 1 up. Это значит, что нам нужно включить Serial 0, 0, 1 и 0, 1, 0. Но наш интерфейс, он просто написан, что Manual Down. Это значит, что он не отключен администратором. Значит, проблема на другом конце соединения. Открываем R2. Командная строка. Enable. Show IP Interface Brief. И смотрим. Serial 0, 0, 0, administratively down. Это значит, что он выключен администратором. И нам нужно выключить. Вводим команду ConvT. ConvT. Выбираем нужный нам интерфейс. Это у нас R2. У R2 у нас интерфейс Serial 0, 0, 0. S 0, 0, 0. No Shutdown. Включили. И индикатор сразу же стал зеленым. Проделаем то же самое на R3. Мы не будем уже проверять команды Show IP Interface Brief. И сразу же включим. Enable. ConvT. И здесь интерфейс у нас Serial 0, 0, 1. Вот он. S 0, 0. Ой, R3 0, 0, 0. Вот он. Serial 0, 0, 0. No Shutdown. Готово. И мы можем видеть, что теперь все индикаторы у нас зеленые. Продолжаем. Часть 2. Диагностика и устранение неполадок на канальном уровне. Нам нужно посмотреть тактовые частоты на оборудовании DSE. Открываем через коммуникации. И вводим команду show running config. И смотрим. Вот наши Serial 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 и 0, 1, 1. Serial 0, 0, 1 и 0, 1, 0 настроены с тактовой частотой вначале с четверкой. Вот они. А Serial 0, 0, 0 и 0, 1, 1 отличаются от них. И их, вот эти 2 интерфейса, нужно перенастроить. Давайте сразу же это сделаем. Вводим команду conf.t. И давайте перенастроим сначала Serial 0, 0, 0. Int S 0, 0, 0. Вводим команду clock rate. И 4. Раз, два, три. Раз, два, три. Готово. Далее интерфейс S 0, 1, 1. Готово. Также clock rate. Ой, секунду. Незаконченная команда. Clock rate 4. И потом 6.0. Готово. Двигаемся дальше. Теперь нам нужно изучить тип инкапсуляции на оборудовании. Нам нужно ввести команду show interfaces на всех устройствах. Давайте скопируем эту команду. Нажимаем Ctrl C, чтобы вернуться в привилегированный режим. Paste. Первый интерфейс S 0, 0. Видим, что тип инкапсуляции у нас HDLS. Значит, все окей. Следующий это 0, 0, 1. Также инкапсуляция у нас правильная. Ctrl C, далее 0, 1, 0. Также все окей. И 0, 1, 1. Инкапсуляция правильная. Теперь нам то же самое нужно проделать и на других устройствах. Давайте я скопирую команду. Открываем R1. Командная строка. Enable. Paste. Смотрим, инкапсуляция правильная. Осталось три устройства. Ctrl C, paste, 0, 0, 1. Также все окей. У R3 интерфейс serial 0, 0, 0. Ой, Ctrl C, не той режим. Смотрим также правильно. И последний. Скорее всего, в нем должна быть ошибка. Conf T. Conf T. Ой, не то делаю. Вот. Смотрим. Инкапсуляция HDLS. Тоже все окей. HDLS. HDLS. Стоп. На последнем у нас S001. 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 Вот. И вот здесь у нас инкапсуляция PPP. Это значит, что она неправильная. Ее нужно перенастроить. Переходим в режим конфигурации. Выбираем нужный нам интерфейс. Для этого интерфейс serial 0, 0, 1. Incompensation PPP. Готово. Сделали. И последнее, что нам нужно сделать, это диагностика стремления неполадок на сетевом уровне. Нам нужно проверить все IP-адреса. Возвращаемся в привилегированный режим. Давайте посмотрим с помощью ShowRunningConfig, чтобы видеть и IP-адрес, и маску под сети. Вот наш serial 0, 0, 1. Вот он. IP-адрес 64.134.30. Serial 0, 0, 1. Вот. 64.134.30. И 255, 255, 255, 255, 252. Значит, все окей. И я неправильно настроил инкапсуляцию. Давайте это исправим. Conf. Интерфейс serial 0, 0, 1. Incompensation. HDLS. Вот так. Все. Следующий у нас R3. Давайте посмотрим здесь. Ctrl-C. ShowRunningConfig. Листаем в самый низ. Так, смотрим. Serial 0, 0, 0. 64. 134. 26. И 255, 255. И в конце 252. Все окей. R2. То же самое. Ой. ShowRunningConfig. Смотрим в конце 22. И здесь 252. Окей. И последний. Это R1. ShowRunningConfig. Листаем в самый низ. 34.17. О, мы нашли ошибку. Здесь у нас указан IP-адрес 34.18. А у нас 34.17. И маска по сети правильная. Давайте это исправим. Это интерфейс у нас serial 0, 0. Conf.t. Int. S0.0.0. IP-адрес 64. 100. 34. 18. И маска по сети 255. 255. 255. 252. Готово. Все. Таким образом, мы нашли все ошибки и исправили. У нас 60 баллов и 60. Думаю, у вас тоже. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.